Именно аккумулятор главный залог успешного запуска двигателя, особенно в мороз. Сегодня на рынке автозапчастей немало производителей этого электрического элемента. При этом сейчас есть и принципиально новое поколение таких устройств. Сегодня мы расскажем, как нужно выбирать и обслуживать аккумулятор, можно ли заряжать его от соседней машины и есть ли польза от замены электролита. Во-первых, важно приобретать аккумулятор подходящей полярности. Не вдаваясь в технические подробности, скажем, просто. Это расположение плюсовой и минусовой электрических клемм. В любом приличном магазине вам помогут определить полярность в зависимости от модели авто. Не менее важная характеристика батареи, ее емкость, то есть количество электричества. У каждого аккумулятора при определенной емкости есть определенные стартерные характеристики. Но они плюс-минус в зависимости от производителя, от технологии изготовления. Значит, правильнее подбирать аккумулятор той емкости, которая установлена заводом-изготовителем. Но в нашем сибирском регионе рекомендовано, даже дилерские центры рекомендуют, плюс 10 процентов от емкости. То есть, если у вас 60-е, чтобы чуть-чуть побольше, это может быть 66 либо 70 Ач. По словам экспертов, особое внимание на емкость аккумулятора нужно уделить владельцам японских машин. Дело в том, что на европейском рынке аккумуляторов емкость начинается от 60 Ач, а на японском от 45. Для нашей зимы этого очень мало. Служит современный аккумулятор от 3 до 5 лет. Если же машина используется очень часто и наматывает под 100 тысяч километров в год, то на ней электрическая батарея качественно прослужит не больше двух лет. При этом, если машина ночует на улице, срок службы аккумулятора также уменьшается на год. Еще очень важно систематически заряжать аккумулятор. Два раза в год заряжаем аккумулятор. Перед зимой, после зимы. Генератор не заряжает, он просто восполняет то, что потребил. То есть, вы запустили автомобиль, он его восполнил. Но сейчас мы заряжаем ноутбуки, телефоны. Это идет дополнительное потребление. Почему аккумуляторы сейчас оказываются в основном разряжены? Когда идет эксплуатация в разряженном состоянии, аккумулятор выходит быстрее из строя. При этом специалисты утверждают, подзарядка аккумулятора одной машины от батареи другой постепенно выводит из строя электросистему обоих авто. Иными словами, к так называемому прикуриванию лучше не прибегать. Профессиональную же зарядку аккумулятора могут произвести в любом уважающем себя магазине. Еще очень важно не оставлять автомобиль с подключенным аккумулятором на длительную стоянку. Память бортового компьютера и автомагнитолы, а также сигнализация могут полностью израсходовать заряд электрической батареи. Восстановить такой аккумулятор очень сложно, независимо от производителя. Сразу же начинается сульфатация. Соль на пластинах появляется, которая является диэлектриком. Поэтому, если вы уезжаете, знаете точно, значит, автомобиль куда-то ставьте на охраняемую стоянку и отключают минусовую клемму. В числе передовых технологий на рынке аккумуляторов батареи так называемой серии AGM. Такие электросистемы служат до 10 лет и не требуют к себе особого внимания. Покупать же аккумулятор лучше летом. В теплое время года этот товар можно приобрести с очень существенной скидкой.